всем привет вот и закончился инктобер и сейчас я хочу показать свои иллюстрации вернее свои скетчи которые я нарисовала за 30 дней так как я первый день пропустила вернее я даже не думала что я буду участвовать а на второй день просто что-то не знаю вот стукнуло а дай-ка я попробую вот короче все иллюстрации не смотри тратить все картинки все встречи вы можете найти у меня на странице в тантарте там также есть описание к ним по-моему от начала я не не делала описание а где-то со второй недели может я начала делать описание каждой картинки в общем если вы захотите почитать посмотреть помимо видео заходите туда вконтакт там у меня прямо на тени есть а также есть в этом на программе ссылки у меня в описании на моей соцсети я не буду конкретно ничего рассказывать по скетчам у меня были и трудности и наоборот некоторые литрации и наоборот некоторые скетчи я нарисовала очень быстро как я докладывала больше не то чтобы сил а скорее всего времени и все еще зависело от настроения за настроение хорошие и картиночки вроде получались как бы из всех тридцати скетчей мне там мне только понравились а потом уже покажу какие какие именно стали моими фаворитами вот цель моего челленджа была вернее моего цель челленджа для меня было не знаю не прокачаться а проверить свою силу воли скорее всего типа смогу ли я 30 дней рисовать а я помимо этого еще и снимала видео каждый день монтировала каждый день делала фотографии писала пост потом выкладывала видео на youtube и каждый раз это все описание хэштеги и так далее я не знаю почему у меня периодически просто это бесило потому что по сути вот например видео на youtube и там одни и те же грубо говоря слова постоянно повторяются потому что челлендж он как бы не изменяется меня это только тема дня сначала я снимала на телефон мне нужно было проверить смогу ли если я стану без фотоаппарата допустим я куда-то поеду и мне нужно было снять видео могу ли я снять его на телефон поэтому мне нужно было проверить качество телефона и сначала я начала с него то есть я снимала видео я монтировала видео и делала фотографию все на нем нет монтировали конечно на компьютере но снимала именно я имею ввиду на телефон было очень удобно то что на телефоне качество ниже но она легче и мой компьютер мой ноутбук так сказать он не вис так как от фотоаппарата и я делала это гораздо быстрее но где-то в середине челленджа я поняла что меня это не устраивает и я уже устала от того как качество мне хотелось уже что-то нормального и я перебралась снова на фотоаппарат но тут я опять же столкнулась тем что у меня программе зависает именно монтаж то есть одно действие ты ждешь какое-то время чтобы оно пролагалось и потом снова делаешь определенные действия а еще у меня ноутбук слабоватый и поэтому у меня вечность с ним проблемы вот это первый блокнот которым я начинала рисовать но потом я перешла в другую кстати весь этот блокнот я покажу потом когда подойдет время вот а этот второй и здесь я уже рисовала на каждой страничке это кстати очень удобно потому что меньше тратишь так сказать листов я хотела кстати рисовать хотя не про материал я уже потом скажу вот и то что я рисовала на каждой странице очень удобно потому что так и благодаря этому я потратила меньше чем половину это вот так наверное да половину бы ушло о чем я там говорила про видео да то что монтировать тяжело так вот перешла я короче обратно на фотик и монтировать естественно стало тяжелее времени затрачиваться больше и где то уже не знаю в третьей неделе я поняла что я просто устала снимать и монтировать видео то есть мне хотелось просто рисовать и просто выкладывать фотографии но я не могла себе позволить что из-за того что я хотела проверить свою силу воли то есть тот же порядок действий в течение целого месяца ну сейчас я поняла что это все таки возможно ну немножко психов немножко нервов но все равно продолжала работать вот так помимо этого целью у меня как бы было рисовать конкретно людей потому что мы вернее я несколькими людьми практиковалась делать рисовать вернее учила вот сама обучалась анатомии и мне нужно было это как-то закрепить да конечно я тут не рисовала особо русские и я добивала на них но более-менее тела и в движении я довольна то что у меня некоторые прям вообще хорошо получались и еще что мне нравится в момент вот именно рисования то что у меня не просто так в первой получились просто вот там люди а вот уже конкретно похоже на иллютраты да они совсем полноценные потому что я задний фон особо не рисовала нет некоторые там есть даже не фон но в большинстве я старалась хотя бы передний план разрисовать чтобы не просто человек был вот это мне очень понравилось что еще хочу сказать то что я открыла наверно для себя такую штуку нет кто рисует скорее всего это знали и вот скажут мне что ой ты не знаешь как так типа все знают об этом ну вот я ни разу не пользовалась и я всегда считала что линер он по сути как ручка но когда я стала скетчить потом сверху скетча я нарисовала линером обвела контур и стала стирать просто карандаш заметила что он просто не размазывается то есть вот он для меня открытие что оказывается я могу просто рисовать скетчить не парить потом обвести стереть и у меня не будет никакой мазни да я к сожалению несколько лет просто сняла из-за этого потому что я очень люблю рисовать прям по-жирному а еще плюс то что у меня и сам протиберандаш очень жирный из-за этого у меня было еще больше грязи ну и тут у меня заканчивался фломастер я несколько делала фломастерами темные места но он меня перестал писать и в некоторых местах мне пришлось добавить просто черный цветной шандаш но мне он не нравится потому что он не особо яркий хотела еще купить фломастер и сходить в магазин мы пришли а там цены просто заоблачные так сказать а мне нужно до всего один черный фломастер хотела думала может взять маркер но я не знаю которые не протачивают которые не сильно так скажем распиртованы или еще как то это выразится я тоже особо не разбирать маркер потому что вот я купила они у меня до сих пор лежат и лежат вот короче несколько из картинок которые у меня во время челленджа я хочу потом сделать 10 жестов потому что они получили довольно интересные и кое-что поотправить потому что красиков всегда везде хватает и сделать более нормальную иллюстрацию вот например данная иллюстрация данная вообще это считается наверное лайном вот она мне нравится но я напросячила короче вот в этом месте вот это вот мне нравится но здесь я не дорисовала листья было бы конечно прикольно короче я покажу потом танцы которые мне очень понравились которые прям реально зашли и которые я хотела бы обработать далее вот а еще у меня мысль я хочу я сейчас купила еще себе блокнот с белыми листами именно с белыми чтобы вот подлинно и хочу попробовать рисовать именно чисто линером чтобы были такие такие же черно-белые иллюстраты только уже попробовать именно полноценки точках иллюстрации но чисто лайн так я не знаю конечно что из этого выйдет вот я не помню что я хотела сказать короче сейчас покажу свои вот я смяла последний лист блин вообще аж надорвала а что то стирала но тут у меня очень было много грязи вот я с этой стороны смяла вот в общем все вот как я уже говорила все кто хочет посмотреть мои вектра а мои встречи просто захотите франкард там на стене прямо у меня все а также я еще выложу прям ссылку на альбом если что то по альбоме итак так мои материалы которые я использовала использовала в этом в челленде это вот два лайнера линерали не знаю видно здесь видно так ну естественно без терки никуда а карандаш от faber кастел что еще гелька но гелька почему то я не знаю она вот я ее купила недавно она у меня почему то уже плохо пишет такое ощущение как будто она подсохла что еще то а а наверное все а ну черный карандаш ну черный карандаш он не какой то там крутой супер попер просто из обычного набора из детского я уж его показывать не буду в общем ну фломатер еще было фломатер я уже выброшу потому что он не пишет вот короче я довольна челленджем потому что по сути я получила то что я хотела я выдержала все 30 дней и даже доснимала видео хотя мне так хотелось просто бросить уже в конце и попутно попутно я еще даже вам умудряла рисовать другие картинки но об этом я потом уже расскажу вам позже и позже будет еще обзор на скетчупок там у меня правда не очень такие но тоже скетчевые работы вот и наверное на этом все я не знаю вроде я все рассказала ничего не забыла рассказывайте в комментариях как вы вообще проводили этот челендж чем вы рисовали к примеру какая у вас цель была какая у вас цель была поставлена на челлендж что допустим что вы рисовали конкретно вышли ли вы из зоны комфорта вышли ли вы из зоны комфорта и самое главное закончили ли вы его то есть сколько дней вы все таки осилили я очень довольна что я прошла до конца и не бросила где-то посередине на самом деле рисовать было не сложно сложно было именно снимать монтировать и все это потом по 300 раз выкладывать потому что я еще выкладывала везде и вконтакте и на ютубе и в этом в инстаграме а порою даже таки забыла сказать что я пропустила один день это была по моему первая суббота ну там были обстоятельства я просто уже замоталась и просто забыла что мне нужно что-то рисовать я вспомнила уже когда собралась спать ну понятное дело что уже глаза закрываются что может быть рисование вот и на следующий день я нарисовала два отреча это наверное первый по длине мой огрех от челленджа отход потому что так получилось и вот все всем пока и и и и и и